В тот день, когда Динамо-Барнаул встречали с Уралом 2, фаворитов не было. Команды с одна турнирной таблицей, два аутсайдера, но не чуждые жажды победы. Первый шаг к трем очкам сделали барнаульцы, открыв счет на шестой минуте матча. И с этого момента на Урале началась перестрелка. Хозяева счет сравняли, и дальше болельщики наблюдали футбольные качели. Итого пять забитых мячей, 3-2, но не в пользу Динамо. А вот дальше в соперниках бьющий по воротам и не только Челябинск. Сначала человек выдавал нашего футболиста по лицу локтем и потом забил гол. То есть он выключил соперника и забил гол. Но, скажем, бою ли в целом, конечно, это будет всегда. Так можно говорить, только если мы находимся в конце турнирной таблицы, а соперник один из лидеров чемпионата. Футбольный клуб Челябинск за 90 минут матча нанес 19 ударов по воротам. Из них 8 в створ и забил всего один. Да, такое тоже бывает. А вот барнаульцы лишь раз пробили, и этого хватило, чтобы счет на табло остался 1-1. По итогу двух выездных матчей поражение и ничья. Но эти результаты для нас сейчас равны победе. В таблице мы занимаем 10 место из 12, и болельщики уверены, что клуб может подняться выше. Следующий матч «Динамо-Барнаул» проведет 2 октября в Омске против местного «Иртыша». Дмитрий Дроздов. День с толком. День с толком. День с толком.